Евгения Шамренко А наш первый вопрос, как Вы оцениваете итоги работы зимнего сезона, в частности, качество подаваемых ресурсов? Какие были жалобы, сколько их было, как удавалось их исправлять? Ну, наши предприятия на рынке уже в этом году 10 лет, и главная задача, которая стоит перед всем коллективом, это подача качественных, соответствующих нормам СНИПов коммунальных услуг. Поэтому из года в год это у нас главная задача, поэтому мы над этим работаем, над этим мы следим. Я думаю, ну, конечно, были отклонения у нас, были проблемы в хриптовом, несколько дней мы устраняли аварию. А так, в целом, количество жалоб у нас ежегодно уменьшается, количество недопоставки уменьшается. Я думаю, наверное, люди это чувствуют. Да, есть у нас проблемы по сетям, износ довольно великий, но по генерации тепла у нас, в принципе, нормально. Были проблемы в Таёжном с осенью, были подключены тогда и краевые власти, краевые органы. Но в целом прошли мы зиму удачно, ну и зима была такая у нас в этом году сиротская. И я думаю, нормально. Вот если говорить о количестве жалоб, то они в каких размерах, какие-то цифры примерно, там, десяток, два или больше? Нет, конечно, это больше. Где-то, наверное, в пределах десяти в месяц у нас бывают такие жалобы. И в основном на что? Жаловались порывы трубопроводов или что-то? Были жалобы на недопоставку ресурса теплового, были жалобы на, конечно, на аварии. И сегодня еще мы не везде восстановили теплотрассы, где зимой пришлось копать и уничтожать снег. Ну, нормально. Обычный. А с 1 июля этого года ожидается изменение тарифов. Расскажите подробнее об этом. Как, в связи с чем? Ну, изменение тарифов это у нас тоже уже много лет, наверное. Раньше у нас было с 1 января, но после определенных, значит, по-моему, после выборов президента Российской Федерации перенесли их с 1 июля. Правильно это или неправильно, наверное, вообще-то нет разницы. Но с 1 июля, да, будет изменение тарифов. Но я бы хотел обратить жителей, изменение тарифа и уровень платежей – это разные вещи. Вот часто при встречах, ну, вот бывал депутат Государственной Думы, заблуждение людей вводит. Вот именно, да, тариф – это цена услуги, по которой мы продаем эту услугу. А уровень оплаты населения устанавливает правительство Российской Федерации. Вот мы в этом году, благодаря тем преобразованиям, которые мы смогли сделать, когда наше предприятие «Тепловые сети» было подведено под банкротство, у нас создались два сегодня предприятия в районе работы, правый берег, левый берег. И когда мы вот эти реконструкции провели, то, да, жители сегодня левобережья почувствуют некое облегчение, потому что с 1 июля тарифы ЖКХ, управляющей компанией, котельные, они будут снижены. Они будут снижены там более 10%. Но население это не почувствует, потому что по становлению правительства с 1 июля уровень платежей населения вырастет на 4%. Вот тут, ну, есть такой момент, да. А по правообережью на 4% вырастет и тариф. То есть какое-то повышение почувствуется? Почувствуется. Ну, люди, людей, людей будет, для людей это постановление правительства, по ним это. Это почувствуют юрлицы. Вот юрлицы левобережья почувствуют снижение людей, правого берега почувствуют, юрлицы, юридические лица почувствуют рост. Пока рост. Ну, мы продолжаем работать. У нас в планах ликвидация маломощных дровинных котельных, где очень высокая себестоимость. Продолжаем работать, я думаю. И в том числе и мы начинаем эту работу на правообережье. Это сколько таких котельных дровинных осталось в районе? Осталось их немного. Где-то у нас, так, раз, два, три, три, по-моему, три котельных, да, три котельных, не считая небольших котельных производства. Ну, мы вот в этом году постараемся. Перетенул? С двумя котельными мы работаем. Переводим. Ну, по поводу тарифов звучит немало жалоб, высоких тарифов, как кажется, жителям. Вы, как человек, много лет работающий в сфере ЖКХ. Что вот можно пояснить? Можно ли как-то влиять на рост тарифов? Где-то, может, повторимся. Вообще, все должно в сравнении определяется. Да, ведь высокие, маленькие. Сегодня интернет позволяет посмотреть все тарифы в лишь лежащих поселках. Но прямое сравнение – это неправильно. Тариф сам зависит, тарифы гикокалорий зависят от многих факторов. Это количество объемов производимых, количество подключенных абонентов. Это мощности котельных, да, ведь если некий объем разделить на 10 или на 100, то единицы стоимости будут разные. Мы же это должны понимать, да, мы все учили арифметику и, наверное, это знаем. Вот часто говорят, сдержать рост, снизить рост. Нельзя снизить. Это вот, я привожу часто пример, когда мы берем некий шар, да, внутрь помещаем еще много шариков, и внутренние шары начинаем надувать. И мы хотим, чтобы наружный шар не рос. Ну, это, это вопрос-то физически это невозможно сделать. Составляющие тарифа, много составляющих тарифа, да, ведь? Это электроэнергия, которая сегодня свободная цена. Это уголь, который ежедневно растет. Тарифы растут, железные дороги, ГСМ, запчасти, ну и так далее, и так далее. Трубы, материальные ресурсы, с которыми мы работаем. И хотим мы, не хотим, и в стране сегодня инфляция, она и вчера была, и позавчера, мы должны и поднимать заработную плату. С ростом заработной платы растут и налоги на фонд оплаты труда. Все эти составляющие, которые внутри растут, а оболочку мы должны держать и даже уменьшать, ну, это невозможно. Поэтому, когда говорят, мы снизим, я это плохо верю. У нас вот в начале года, в конце того года, работала комиссия, депутатская комиссия районного совета. Возглавлял ее Новоселов, вы знаете, да, руководитель компартии Богучанского района. Они, что могли, они проверяли. Мы открыты, мы любой комиссии, мы открыты. Мы им предоставили все документы. После этой проверки, на сессии, он сказал о проверке. Многие дела в жилищно-коммунальном хозяйстве, я так понимаю, комиссии были, ну, понравились. Ну, а что дальше делать? Ну, не знаю я. Я был с этим вопросом в свое время в правительстве Красноярского края. Акбулатов был председателем правительства Красноярского края. Мы, значит, он меня тогда выслушал. Мы подготовили письма соответствующие, обратились к депутатам Государственной Думы. Карамзина, в частности, участвовал в этом деле. И пытались, чтобы ту часть продукции, естественных этих, ну, поставщиков ресурсов, это уголь, допустим, электроэнергия и так далее, которая поставляется для коммунального комплекса, чтобы она была, ну, регулируемый тоже тариф. Какой-то, ну, в этом случае можно было говорить о контроле тарифа за ЖКХ. Мы же сегодня, электричество сегодня 5,90 стоит. То есть, если это 5,90 киловатт, да, если наша, вот, управляющая компания тариф перенести, то это 3 рубля. То есть, у нас гораздо меньше. Электричество стоит 5,90, но население платит 2, там, 20 или 2,40, я не помню точно, какая стоимость, но гораздо меньше, значит, каким-то образом государство субсидирует электроэнергию для населения. Вот, поэтому тут, короче, это очень сложный вопрос. И без правительства Российской Федерации просто так не поднять эту тему. Еще немножко, может быть, повториться, придется зависеть ли тарифы от формы управления. Можно порой слышать, что они выросли с переходом, вот, в частности, Пробогучанский район, с переходом в управляющую компанию. Если вернуться к муниципальной форме, вот, каким-то образом можно ли влиять на снижение? Вот, в это глубоко сомневаюсь. Если водителя, водителя коммуниста поменять на водителя демократа, то машина лучше работать не будет. Так я понимаю. И поэтому форма собственности, я думаю, маловероятна, потому что никакие дивиденды сегодня предприятия коммунального комплекса никому не платят. То есть, все деньги, заработанные предприятием, они остаются в самом предприятии и идут на нужды предприятия. Эти многочисленные проверки показали, что мы дивиденды не выплачиваем никому. Налим Иванович, вот поступают вопросы от телезрителей и Надежда. Избогучин спрашивает, почему нет возможности рассчитаться банковской картой за услуги в кассе ЖКХ? В планах ли это? Да, это хороший вопрос. Мы работаем над этой проблемой. Главный вопрос, что в богучанах нету ни одного нормального банка. В смысле, наверное, я не так выразил сейчас обидеться банкиры. Да-да-да, чтобы ты не обиделся у нас. Я не хотел ни в коем случае обидеть банкиров или работников банков. Я имею в виду, что самостоятельного банка нет. А все это филиалы. И это очень трудно решать. Они не самостоятельны. Сегодня мы ведем поиск банков в городе Красноярске. Если мы решим, то понимаете, нам же много надо даже этих аппаратов, которые будут считывать эти карточки. Дальше должна быть нормальная, хорошая связь, чтобы эти деньги потом быстро доходили на расчетный счет нашего предприятия. Вот тут единственная проблема, сдерживающая такой фактор. Но мы ее решаем. Я не знаю, сможем мы ее решить в этом году или нет. Но мы ее решаем. Улица Олимпийская. Сгнила теплотрасса. Трубы голые. Не пора ли бы отремонтировать, спрашивает Борис Губаевич Морданов. Улица Олимпийская, 7-2. Такая проблема на самом деле существует. В последние годы, может быть, мы меньше обращали внимание на тепловые сети. Больше уделили на котельные. Очень много котлов поменяли. Новые котельные построены в последние годы. В Таежном много больших средств вложено на замену котлов. Там очень дорогое оборудование. Но есть такая проблема. Надо ее решать. Но пока так. Мы стараемся никого не бросить. Мы зиму стараемся. Наверное, это я понимаю людей. Это потери дополнительные у нас есть. Но не хватает пока ресурсов. Богучан и Валентина спрашивают. В декабре было за отопление 3445 рублей. В январе 4035 рублей. Почему с меня берут лишние 600 рублей? Хотя у соседей при одинаковых квартирах она сравнивала, платеж остался прежний. Вот почему возникает разница? Вот этот вопрос очень трудно объяснить на пальцах. Уважаемая Валентина, отчества нет там, да? Нет отчества. Вам надо взять квитанцию за декабрь прошлого года обязательно. Декабрь прошлого года квитанцию взять. Взять квитанцию январь, февраль, март там и все остальные квитанции. И придите, ну придите ко мне. Мы позовем специалистов и попытаемся вместе разобраться. Вот поверьте, никакого обмана нет. Значит, все, счет идет от уровня оплаты декабря. И многие люди еще не совсем это понимают. И я думаю, там все нормально. Может быть, повлияло... С 1 ноября 2015 года появились штрафные санкции за неустановку счетчиков воды. Этой холодной, теплой, горячей воды. И из-за этого мы не стали применять эти штрафные коэффициенты. Они ежегодно будут увеличиваться. Мы не стали эти коэффициенты применять. Но ряд товарищей наших жителей, товарищей, не товарищей сейчас, да? Слово такое. Вот, ряд жителей обратились в жилищную инспекцию. Оттуда приехали, проверили. И увидели, что мы эти коэффициенты не применяем. И нам сделали соответствующие внушения, предписания. И не помню, с февраля или с марта мы стали применять эти коэффициенты. То есть не на тарифы эти коэффициенты, а на объем потребленных услуг. Это те люди, у которых нет счетчиков. То есть если у вас норма 7, по-моему, кубов у нас на человека, то применив коэффициенты 1 и 3... Это индивидуальный случай, и Валентину приглашайте, она пойдет, и вы разберетесь. Вот такой момент есть. На встрече депутата Государственной Думы Дмитрий Носов сказал, что мы переплатили 400 миллионов рублей за ЖКХ, и нам их вернут. Правда ли это? Спрашивает Житель. Нет, я как могу не верить депутату Государственной Думы. Просто осталось найти эти деньги. Но раз он знает, где они есть, надо, наверное, все-таки к нему это обратиться. Да, ко мне тоже такие вопросы приходят, в кассу нашего предприятия задают такие вопросы. Но все-таки вам лучше обратиться к самому депутату, когда он эти деньги будет раздавать жителям Богучанского района. Почему холодная вода стала дороже с марта месяца, обратили внимание, жители? Это вот о чем я и сказал. Вода не стала дороже. Объем воды на объем стал увеличиться на некие штрафные коэффициенты. Там я не помню точно, эту цифру не взял особо. Не дают поставить счетчик на горячую воду. Как это понимать? Ну, понимать надо это так. С 2013 года запретили устанавливать счетчики на горячую воду из открытой системы теплоснабжения. По этому поводу у нас сейчас судебные тяжбы идут, жилищные инспекции там. Кто коснулся этого, наверное, знает. 354 закон запрещает. 190 закон вообще запрещает с 2015 года устанавливать приборы учета. До 2022 года. С 2022 года вообще будет запрещено даже брать. Единственное, это организовано у нас в поселке Таежный, в многоэтажных домах, в пятиэтажах. Там, да. Там у них, как положено, обустроено по СНИПу. Там они будут, наверное, продолжать. А всем остальным, это получается, вы разбираете теплоноситель системы отопления. А это запрещено со 190 законом. И за это будут просто штрафоваться. Мы в этом году дойдем до заканчивства топительный сезон. Мы эти меры не принимаем. С 1 сентября за разбор теплоносителя и системы отопления. Ну, будем мы наказывать в виде штрафа. Стоимость теплоносителя нам утверждает региональная комиссия энергетическая. Поэтому вот так. Надо, наверное, прекращать это брать. Мир Иванович, ну вот если я поставила счетчик на горячую воду, когда мне об этом говорили, теперь я должна его сама убрать? Нет, вы будете продолжать. Наверное, мы такие не будем санкции ходить принудительно отрезать. Но вы уже будете платить за разбор теплоносителя, который не является коммунальной услугой. И за это вы не будете получать субсидию. Это уже... Ну, не буду это слово произносить. Ну, неправильные действия со стороны будет жителей. Понятно. Исследование... Следующий вопрос. Исследование дома на утечку тепла – процедура дорогая. Но ведь для ЖКХ выгодно, чтобы люди обследовали свои дома на утечке и ликвидировали их. Может, компания пойдет навстречу и сделает подобную услугу, но недорого. Выгодно будет всем абонентам и уменьшатся расходы на уголь. Василий Анатольевич Гремучий. Ну, наверное, хорошее предложение. Тем более у нас есть инструмент, есть тепловизор, есть другие приборы, которыми мы пользуемся при конфликтных ситуациях с абонентами. Мы рассмотрим это предложение. Мы рассмотрим. У нас есть прибор, правда, он один. Но, тем не менее, мы... Хорошо, мы рассмотрим. У нас вопросов несколько. Хотелось бы, чтобы они все прозвучали, а время остается не так много, поэтому мы побыстрее. А есть ли у вас рабочие места свободные? Каких профессий не хватает? Хочу прийти к вам на работу, Николай Бугучаны. Значит, что могу сказать? В рабочей сетке свободных мест нет. Нам не хватает среднего звена управления, квалифицированных именно специалистов, управленцев. Тут есть некая проблема. Мало мужчин в управлении. То есть обращаться можно, да? Мы переходим сейчас на женскую половину, часть населения. Вот, где у нас мужики не справляются, мы ставим женщин, и ситуация улучшается. С Гремучева, да, человек? Бугучаны. А, Бугучаны. Вот Гремучу мы заменили мужчину на женщину. На порядок лучше стало на 20-й котель на поселке Гремучев. Жители это почувствовали, я считаю. Жители Гремучева наверняка об этом знают. А мужчина пусть подойдет. Мы с ним побеседуем. У нас очень разное количество, разные виды специальностей, разные специалисты нам нужны. Возможно, что-то не дает. Поэтому вполне возможно, мы его, если даже сразу не найдем, мы будем его держать на карандаше, и вполне возможно, мы найдем ему применение. Хорошо. По улице Ленина, неподалеку от вашей конторы, на асфальте Канава, поперек дороги. Судя по всему, осталось после ремонта теплотрассы. Вы отремонтируете? По улице Ленина, я там что-то не помню. По улице Ленина есть. Канава – это поперек Ленина. Это идет, воду проводили в магазин «Семен». Наверное, это про нее говорят, да? А Канава у нас есть прямо у конторы. Отремонтируете, да? Планируете? В этом году мы это планируем. Если даже на капитальный ремонт не хватит денег в районном бюджете, мы наверняка все равно собственными силами. Потому что улицу Ленина, особенно жители улицы Ленина, наверное, почувствовали, мы ее изрыли и всю зиму копали. Там очень плохие сети. Судьба котельной, которая отапливает больницу, жители больничного городка волнуются. Останется ли котельная, когда построят новую больницу? Мы уже с 2015 года эту проблему начали решать. Мы всех абонентов переключим на котельную Киселева. И вот люди, может, даже и не заметили, мы уже давно переключили часть абонентов на котельную Киселева. В этом году запланировано увеличение мощности этой котельной. Я думаю, мы никого не бросим в беде. Все люди будут с отоплением. Когда отремонтируют теплотрассу до колодца, требуют ремонта. Куда обратиться с заявлением, запланирован ли ремонт от котельной номер 13 до школьного переулка? Иван Бакучаны. Котельная номер 13 до школьного переулка. Школьный переулок, котельная 13. А школьный переулок это у нас, где он находится? Я маленькая. А, это вот наш, да? Вот этот администрация? Да. Значит, в этом году деньги уже запланированы в бюджете Бакучанского района. По-моему, запланированы. Я могу ошибаться. Но от налоговой, напротив, бывший налоговый, сейчас, значит, там, Следственный комитет. Мы там вот копали в осенью, наверное, кто помнит. И пойдет труба, отопление будет, трубы заменены до сельского совета. Вот, там жители посмотрят. И это делается с целью ликвидации котельной первой школы и переключения ее на 13-ю котельную. Это котельная Россиюза. Так мы ее называем на роде. То есть, ремонт запланирован, будет сделано, да? Андрей из поселка Красногоревский нас просит вернуться к предыдущей теме. Только что вы сказали, на левобережье на 4% упадут тарифы, а на правом берегу поднимутся. Почему так? И как долго мы будем платить за отопление в летний период, когда его нет? Значит, последние месяца вы платите за летний период, последний платеж у вас будет за июль, но это в августе. И с августа мы переходим на 9-месячную оплату. Это уже есть постановление правительства, постановление края. То есть, с 1 сентября переходим на оплату на 9 месяцев. То есть, летние месяца вы не будете платить. Но, уважаемый Андрей, это что такое 12, 8 и так далее? У нас есть сегодня, которые люди платят 8 месяцев. То есть, это годовой объем потребляемых ресурсов вами будет разделен не на 12, а на 9. Так как делитель уменьшается, значит, частное будет больше. То есть, ежемесячный платеж будет выше. Вот это надо очень хорошо понимать. Значит, рост тарифов до левой бережи. Там нужно все-таки по левой бережью вложиться, наверное, будет и бюджету, и, наверное, предприятию. Я думаю, сдерживание тарифов начнется, наверное, в 17-м году по левобережью. Те мероприятия, которые там проведены, там у нас в этом году, я не знаю, получится ли это реконструкция Гремучинской котельной, в Шиверске ликвидируемую дровиную котельную. Это непременно скажется. Мы Артюгина перевели на уголь. Поэтому это должно сказаться на снижение топливной составляющей, которая являющаяся основной составляющей тарифа, то есть себестоимости. Поэтому вполне возможно. Вот я сейчас ничего не буду говорить в нашей стране. Очень трудно прогнозы делать. Но вот такое будем жить надеждой. Улица Киселева. Сергей спрашивает. Скажите, пожалуйста, как стравливать воздух с системой отопления, если будет запрет на разбор теплоносителя? Краны Маоевского не помогают. Ну, наверное, просто надо специалистов вам позвать. Ну, наших, там, чужих, кто понимает. Это очень просто. Сегодня есть, в частности, в магазине Макеева я видел. Воздушные спускники, автоматический клапан, пополовковая система, она очень хорошо работает, зарекомендовала. Мы много их в свое время поставили в Таежном, когда пятиэтажные дома обслуживали. В верхней этаже там была проблема. Это не вопрос. И Крана Маоевского, он помогает. Воздушивается система, вот, в момент пуска в осенью. Дальше, как правило, не воздушит, если не было аварии на ваших сетях. Я думаю, эта проблема разрешила. Ну, Иванович, время нашего эфира подходит к концу уже. И в заключение, возможно, какие-то у вас есть пожелания телезрителям, какое-то обращение? Ну, пожелание одно. Мы вас не бросим. Мы всегда с вами. Поэтому любые беды, телефоны у вас в квитанциях на коммунальных услугах оплаты, звоните. Мы приедем в любое время суток, если что-то, какие-то нужна помощь. И сегодня эта помощь, она бесплатная. Мы ее оказываем. Я думаю, будучи вместе с нами, все будет хорошо. Спасибо, Игорь Иванович, что вы пришли сегодня к нам в студию и ответили, в общем-то, на все вопросы, которые нам задали телезрители. Очень хорошо. Всего доброго. До свидания. До свидания. У вас есть автомобиль? У нас есть деньги. Вам нужен займ? Мы готовы его дать под залог вашего автомобиля. Кредитно-потребительский кооператив Сибирский фонд сбережений. До 100 тысяч рублей на срок до 12 месяцев. Звоните. 28-122-8908-220-94-61. Пассажирские перевозки «Экспресс-Диамант» отправляются ежедневно в 9.00, 15.00 и 20.00 от магазина «Диамант». Адрес переулок Андрея Толстых, 1. Звоните по телефону. Диспетчер 8-923-342-19-33. Телефон доверия 8-950-970-44-79. Финэксперт-24. Законное решение кредитных проблем. Реальная помощь кредитным должникам. Возврат страховок, оптимизация кредитов, списание долгов. Мы поможем вернуть ваши деньги, скинуть кредитную удавку, начать жизнь с чистого листа. Звоните. 8-950-970-44-79. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok